Слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Покажите красивый поединок. Удачи, мужчины. Разошлись. Анубис! Судя готов? Судя готов? Сразу в центре ринга дедок приглашает Анубиса на два раунда. И начнется самое главное событие сегодняшнего вечера. Дмитрий Анубис против Мураду Арцуваева Дедка. Стал дедок лешу. И Анубис тоже поменял стойку. Оба боксера поменяли стойку. Сюрпризы хотят и понести. Анубис! Стоп! Когда же первое попадание мы услышим с вами? И все, и все. Дедок сразу начинает за рубу. В захвате хороший апперкот проверить. Дедок пластичный очень боец. Ой, хороший апперкот. Не хотят работать ребята на дистанции? Хотят размер показать? Гораздо мастеровитее выйдет Мурад. Гораздо мастеровитее выйдет. Опа, в качке прекрасный боковой удар. Насколько расслаблен выглядит Мурад. Расслаблен, как компьютер нам в кресле. Чувствуется опыт выступления по тайскому боксу. Делает шоу Мурад, посмотрите. И получает от этого удовольствие. Общается со зрителями. Дима пока не начинает бить, не понимает, не понимает, как найти момент для атаки. Очень пластичен Мурад. Опять боковым на скачке пытается уйти внутрь. Хорошая защита. Стоп. Мне кажется, сейчас психологически конкретно уже Дедок превосходит Анубиса. Это не получается ничего у Дима, у Дедка получается все. Главное, чтобы у Дедка хватило выносливости. Готовится на скачке ударить. Микарос сейчас опять боковой Дедок. Раз за раз, раз за разом Дедок попадает Абперкот. Продолжает Дюркот и подготовит на скачке. Это видно было со всех сторон ринга. Отличный правый сбок. Все закончилось бравадой в этом правом. Кайф у Дедок. Ну, как говорится, когда в ринге кайфуют бойцы и кайфуют все зрители, кто смотрит этот бой. Да, не играет внешне. В этом бою мы видим, что Дедок... Но Дедок, по-моему, превышает в габаритах. Это явно видно и в мастерстве. Он это мотивировал тем, что он вообще не тренировался. Так ли это, мы не можем узнать. Судя по конституции, я с колью ему верить. Ну, на классе, на классе. Да, класс, мастер спорта, все-таки, ребята, это и вам не шуточки. Сейчас только кто останется. Увидим его вторую куда-нибудь шею или нет? Пока Аннубе стоит в углу, Дедок уже подошел к нему и что-то сказал. Обеозные персонажи в Линге. Нас ожидает второй раунд. На изи работают. На изи работают второй раунд, да. Дагестанская программа запугивания работает. Дэмпы, Владимир. С которой Владимир знаком, как никто другой. Применяю ее тоже. Подскажи же, Владимир, что делать Аннубису? Что делать Аннубису? Ну, Аннубису надо было раньше тренироваться. Давай, давай, давай. Посмотрите, как, да, действительно, пластичный Мурат это все предугадывает. Аннубис пошел. Сейчас Дедок пойдет отдавать раз уже. Отдать его. Нападает его три удара. Вот это было. Дедок прям побежал, запущенный в руках. Ой, давай, Аннубис. Видно, как Музнецов испытывает эйфорию в этом бою. Разворачивайся, Дедок нападает. Какой-то пропущенный удар. Это скрутка. Скрутка из тайского бокса. Первая. Первая. Нельзя бороться. Готов. За глаз схватился Аннубис, видимо, в вылажившее попадание. Обниматься можно. Такие вещи сбивают дыхание, на самом деле. Кругликование за Димона, но Дедок поддавливает его Дедок. Да, хороший корпус, что-то справляет свою атаку. Постоянно Дедок меняет стоки. То в левой, то в правой. Такое ощущение, что немного растерян Кузнецов. Какое-то жесточайшее рассечение с правой стороны. Хорошо. По-моему, уже тяжело контролирует дистанцию Кузнецов. Готов, Мурат! Готов, Мурат! Готов, Мурат! Он систематично завоевывает сантиметр на сантиметр. И снова, снова вертевает атаку Мурат. Но Дима не ждет, Дима не ждет. Он сразу под такой там дистанции. Надо признать, что... Анубис идет в захват. Что с самого начала боя Дима так и не нащупал эту дистанцию. Все идет пока по плану Дедка. 30 секунд! Анатолу, Мурат, я решила добраться. Приглашает на центр Мурат. Посмотрите. Какие уходы. У Дедка тоже что-то с красотской скользят. Я уже это еще с первого раунда. Видимо, пора разуваться. Кстати, мы в прошлый раз-то не отметили, что все-таки боец, который снял обувь, проиграл. Будем надеяться, что это не за карабель. Стол выпадает Дима. Дерется до конца Дима, но... Молодец, Дмитрий. Ну, одна разница в классе. Заплыл совсем правый класс у Димона. Длиной тому левая рука Мурат от Сулаева. Посмотрим повторчики. Что здесь попадало, что здесь прилетало, а что нет. Видео повторно даст ответ. Посмотрите. В этом эпизоде Кузнецов выдал хорошую серию. Но, насколько мне память не изменяет, в этом раунде она была единственной. Да, и опять же, она была потому, что Дедок сам встал к сену. Драку мы с вами ожидали, драку мы с вами видим. Все наши ожидания Топ-Док сегодня оправдывает. И выходит беззаговорочным фаворитом на этот раунд. По мнению губрейской конторы Алимба. Дедок выглядит достаточно свежим. Но Анубис уже в центре. Анубис в центре, но Дедок потерял качество капы. А прошлая раунда была по-другому. Кстати. Что там Дедок? Что там он уронил? Технический пиро и себе взял. Небольшой. Кажется, сейчас в штрафное время пойдет. Сколько там проискудет? Мышку уронил, что ли, под кулку. Может быть капы. Капы у вас здесь есть? Запасных нет, к сожалению. Хотя представитель следующего боя где-то здесь берет в угол синие капы. Похитили, украли. Украли капы. Нашлась. Нашлась капа, потерянная секундантами. С другой стороны, что парни отдохнули и покажут третий раунд, который нам понравится. Вот и все. Бойцы готовы? Стретели готовы? Было больше нужного покоя. Третий раунд. Димон включает, но не включает джек. Дидок вызывает на себя, но сам-то хочет встретить. Обмануха. Голову выше. Опасно ближе к голову. Фальк. Размеренно пока начинается третий раунд. Димон контролирует джеком. Дидок ожидает, перехватывает. Димону надо бить много ударной комбинации. Одним ударом он дидка не достанет никогда, потому что он пластичный. Посмотри, как он разрывается. И добавляет. И второй дидок пошел в атаку. Пошел размерзающий в бою. Проигрывает его Димон. Очень тяжело Дмитрию сейчас приходится. Очень тяжело, но он держится. Готовы свою коробку. Очень хорошо снизу бьет дидок справа. Постоянно блин. Без какой у него силы. Второе замечание. Не очень хорошо для Мурада. И он и так выигрывает. Зачем ему эти ошибки? Видимо, прошлое тайского бокса сказывается. Паша, что ушел по нему. Видимо, эти провалы. Еще раз, и еще раз. И осталось последней минуты третьего раунда. Еще прошел один апперкот, кому Дидкан. Вы знаете, я на самом деле за Дмитрия переживаю. Все-таки весомая разница в весе. Он пропускает очень много ударов. Он у него тяжелая гематома. Я хочу, чтобы он довел бой до конца. И опять же хотел бы отметить, что много работает на ближней дистанции, а там вес очень большой роли не доиграет. Силы тратятся там конкретно. Все же мастер спорта, это звание серьезное. 20 секунд осталось. На скачке опять боковым прыгает Дидок. Хорошо не лопать. Остановился в последний момент. Ой, попадает еще прямым ударом. Огрызается, Кузнецов огрызается. Молодец, Дима. В этом бою, начиная с первого раунда, все шло по плану гейзлярского геймера. Фактично, словно компьютер на игре разобрал он своего оппонента. Да, лишних хэлсов не потратил, стамину берет. С маной тоже проблем, как мы видим, нет. Да, это Дидок. Посмотри, какое полотенчико с розочкой у него красивое. Чисто Дидок вот реально с полотенчиком вышел такой из дома, с кресла, все. И какой бой показал. Но надо отдать должное Диме. Хоть у него и не получалось, но он бился до конца. Ну, Дима уже не раз демонстрировал свой характер. В бою с шоклассными боксерами, бойцами. Дима объявлений победителя в этом бою. Бойцы на середину. В этом эпатажном поединке есть победитель единогласным решением судей. И это Муран Артулаев под розвищу Дидок.